Женя, здравствуйте. Я поздравляю вас с выходом книги. Это уже вторая книга в серии про, даже не знаю, как это сказать, про наших замечательных героинь. У нашей героини появилась сестра Жозефина. И кризис Ж, значит, теперь у нас продолжает выход А. Первый вопрос будет простым. Вы и дальше собираетесь идти по алфавиту? Несколько перепрыгиваю, но вообще собираюсь. Просто, если всё будет хорошо, будет ещё две штуки. Две буквы. А, две буквы. Не скажу, какие. Так, это ничего. Тетраграмматон. Ну, как обычно, нормально. Обычно спрашивают авторов, вгоняя их в краску и в смущение, о чём ваши книги. Давайте я вот этого спрашивать не буду. Большое спасибо. А просто предложу вам и попрошу рассказать, что может быть в ваших книгах привлекательного. Может быть, они блещут юмором, на ваш взгляд. Или вы, наоборот, хотели бы, чтобы их читали исключительно с серьёзным выражением лица. Желательно между молитвой и подвигом где-то там в расписании ежедневном. Ну, я думаю, что между молитвой и подвигом очень даже хорошо их читать, потому что, ну, надо же расслабляться хоть когда-то, в конце концов. Ну, помолился, почитал «Кризис Ж». Потом там, не знаю, какие сейчас подвиги совершают. Выпил банановое молоко вместо овсяного, например. Ну, вот, опа, и день хорошо прошёл. Что касается вообще, зачем читать эти книги, мне кажется, ну, то есть, что мне кажется, это вообще неважно. У меня просто есть такая маленькая, такие омега-ридеры, как они сами себя называют, потому что они не хотят быть бета-ридерами, они хотят быть омега-ридерами, потому что это красивее звучит. То, что я часто от них слышу, что, во-первых, это всё дико смешно, во-вторых, это всё дико грустно, а в-третьих, потому что со всеми людьми, которых я придумала, им очень хочется дружить. Из-за этого они продолжают дружить со мной, видимо, в надежде на что-то. И поэтому у меня есть друзья, и они ждут новые книги, а вместе с ними и их друзья, и так неизвестно, до чего мы докатимся. Я думаю, до Нобелевской премии. Но не сейчас, попозже, подождём. Хорошо. Победиться не устраивает? Ну, есть пара часов. Хорошо. Вопрос тоже, вопрос такой коварный, с подтекстом, с двойным дном. В книге и в первой, и во второй очень много любви. Но не в плане любовных приключений, а в плане переживаний. Вообще говоря, зачем в наш рациональный век, когда так трудно жить, вы пишете о каких-то чувствах, о волнении, о том, что там с Жозефиной у нас происходит, с Антониной. Кстати, почему они сёстры, когда они не сёстры? Но это уже следующий вопрос. Ну, почему они сёстры, хотя они не сёстры, это ещё в первой книге говорится. А во второй чуть больше это ещё истории рассказывается. Что касается, зачем я пишу про переживания, ну, я же пишу, видите, от первого лица. То есть в каждой книге говорится то, что происходит в голове у каждой героини. Вот. А иногда ещё и вне головы тоже. Потому что, например, в первой книге Жозефина у нас блондинка, а во второй книге выясняется, что это не так. Вот. И вообще на каждое событие у каждого человека всегда разный взгляд. То есть и любое событие два человека пишут совершенно по-разному. И вот Жозефина продолжает рассказывать свою историю только со своей точки зрения, с точки зрения того, как она это всё видит. А то, что у неё в голове происходит, это вот должны читатели очень сильно удивиться, потому что, судя по первой книге, она очень такой человек довольно спокойный, даже рациональный. Это то, как её видит её сестра Антонина. Но на самом деле всё, конечно, совершенно не так. А у Жозефина в голове происходит очень много такого, что происходит у нас у всех, особенно по утрам обычно, до кофе. А иногда ощущение такое, что Жозефина вообще мало кофе пьёт, хотя на самом деле пьёт она его много. То есть у неё много травм, у неё много этих травм, которые там ещё не отжили, которые ещё бередят её душу и мешают ей жить. И не знаю, мне кажется, это у каждого человека такое есть. И почему бы это не описать, если кто-то может всё в этом узнать, а кто-то может сказать, слава богу, господи, это хотя бы не у меня так. Тоже вариант. Но вообще говоря, это одна из серьёзных сторон книги, потому что читая обе части, ты чувствуешь, как тебе рассказывают легко, с юмором, о достаточно серьёзных психологических проблемах. О том, что действительно мешает нам быть счастливыми. Ну, в частности, героиням. Там такой богатый внутренний мир, что быть счастливым с этим всем внутри просто очень сложно. Хорошо бы за него платили, да. Ваш рецепт счастья? Ой, вот он, коварный вопрос. По-каусу незаметно, согласен. Но, в общем-то, какой-то же рецепт счастья существует? Или несколько? Что-нибудь? Мне кажется, единственный рецепт счастья – стараться каждый день, каждую минуту делать то, что ты хочешь, и не делать. То есть, всячески избегать того, что ты делать не хочешь. Вот из этого складываются довольно неплохие недели, а потом месяцы, а то и годы. Вот, если к этому как-то стремиться, то где-то примерно в субботу уже кажется, что неделя удалась. А там и понедельник. А там и понедельник. А там и понедельник, да. Который, как известно, начинается в субботу. Ну и последний вопрос, традиционный, какое-нибудь пожелание читателям. Некоторые авторы желают читателям прямого и понятного стремления купить все их книги немедленно, причём обязательно с автографом автора, причём по самой дорогой цене. Что пожелаете вы своим читателям? Ну, не знаю уж, от лица героини или от лица автора. Я желаю своим читателям, чтобы вам всё-таки стало полегче. Вот, кажется, всё. Полегче – это очень хорошо. Это милосердно, по крайней мере, да? Если в этом им помогут мои книжки, я буду только рада. Если на другие способы, я тоже буду рада. Потому что, ну, мне кажется, что людям правда сейчас что-то тяжело стало. Пусть им будет хорошо. Привызник. Хорошая книга им поможет, да. Ну и бокал пиногриджа, например. Ну, пиногриджа можно, да, гарнача ещё хорошо. Да, можно кофе просто. Даже хотя бы кофе. Отлично. Спасибо! Спасибо. Пожалуйста.